лошади удивительные создания я всегда сравниваю с людьми так как у них тоже есть характер тоже есть чувства но иногда хочется побаловаться повеселиться позадориться они максимально социальное они чувствуют что они могут что-то дать человеку и то же самый человек излучает и дает все возможное для их самой лучшей жизни вы на каком-то неведомым никому языке но вы общаетесь это какая-то магическая взаимосвязь человека и лошади если найти тот самый ключ тот самый подход который нужны лошади то она тебе станет настоящим напарником и поможет сделать все для того чтобы ты добился самого высокого результата я ирина просенцова и уже 14 лет я бок о бок с лошадьми они мне помогли стать трехкратной чемпионка мира по современному пятиборью а начиналось все здесь в гомеле центре олимпийского резерва по прикладным видам спорта у человека который не связан никак с спортом может возникнуть вопрос что такое прикладные виды спорта это виды спорта в основе которых лежит военная направленность и в нашем центре это стрельба из лука фехтование конный спорта современная пятиборья конная школа занимает большую часть всей территории это первый центр конно-спортивной подготовки в республике беларусь конный спорт возрастной вид спорта сюда приходят с 9 лет да они могут опять сказать мне не страшно но все равно в 5 он еще не совсем может воспринимать слова тренера правильно и не всегда слышать а в 9 уже ребенок уже более осознанный понимает что ему нужно делать приходят на учебное отделение где они обучаются а за после года двух обучения они уже принимают решение куда бы они хотели пойти здесь есть у нас отделение троеборья выездки и конкур мне кажется что самое главное выездки красота как гармонично смотрится всадник с лошадью ведь каждая пара она через года все таки подбирается вот должен в садник подходить лошади лошадь подходить всаднику не все друг другу по характеру подходят стороны может показаться мы просто сидим на лошади она сама все исполняет сама подсадником танцует у нее постоянно такие вот движения красивые плавные на то есть красиво свои ноги затирает ставит вот так далеко от себя на деле наше каждое движение легкой рукой каждая ногой это все лошадка принимает как команду она нас понимается таким образом исполняет каждый элемент который мы просим выездки ты с лошадью выучил определенную программу и ты ее поехал в конкуре лошадь не может выучить эту программу ты ее вот видишь непосредственно сейчас конкур это преодоление препятствий с различной высотой различной длиной маршрута и там уже всадник должен предугадать посчитать подобрать определенный ход подобрать определенную точку отталкивания то есть это прям расчет тройбори это в совокупности конкур выездка и кросс кросс это когда лошадь всадником преодолевают по своей дистанции мертвые препятствия которые не падают то есть если лошадь их цепляет то препятствие остается на месте то есть это очень травмоопасно то есть можно упасть потому что ну как бы лошади нету маневра конная троеборья все-таки действительно увлечение сумасшедших потому что там присутствуют большие скорости на кроссе трасса довольно таки длинная вот например на последних соревнованиях чемпионат беларуси была трасса длиной 3 километра 600 метров и скорость движения при этом было 520 метров в минуту есть определенная защита для лошадей то есть на кросс им одеваются специальные нагавки которые защищают их ноги от ударов от повреждений и мажет их специальным так называемым жиром это для того чтобы если вдруг лошадь цепляет какие-то препятствия чтобы она проскользила то есть она не ударилась не ободралась а именно проскользила садники тоже одевают обязательно защитные жилеты которые при падении защищают позвоночника от травм вот это в основное такое лошади у нас проходит единую школу подготовки затем когда они проходят все ступени они уже распределяются по отделениям шагом рысь хорошо голосовая команда вообще лошадки учатся чтобы потом в дальнейшем при заездке мы когда уже именно садимся на лошадь скажем рысь она уже такая так рысь где-то я это слышала где-то я уже поеду я примерно представляю ну и в процессе заездки мы там уже ногой отрабатываем она такая добавилась крыси движение ногой надо запоминать потом постепенно исчезает голосовые команды они это не забывают всю жизнь помнят вот команду рысь он хорошо отработал он ее услышал сразу перешел шагом везде вот такая схема и работает наездник обучает дальше спортсмен получает уже лошадь которая умеет выполнять те или иные действия через шесть лет после ее рождения только мы получаем эту лошадь уже в тренировочный процесс до этого просто на нее смотрим как она обучается она стоит на нашей конюшне растет но мы на ней не ездить эту сторону не очень конечно хочет шагай молодец они тоже характер проявляют очень сильно там пытаются показаться что я тут главнее нет надо сразу здесь показать что главный человек шагом потому что потом если вырастет и как бы человека ни во что не ставит это тяжело действительно тяжело там будет и все что на свете падать будешь все чем лучше порода тем красивее она будет ездить прыгать выше выносливее но и обычную лошадь такой не супер премиум можно воспитать что она будет передаливать хорошо маршруты тут все в совокупности дает большой результат стоимость одной лошади начинается примерно 10-15 тысяч долларов и выше и эта сумма может быть просто баснословной может доходить сумма до двух миллионов долларов а то и больше это вот шейхи это вот оттуда в центре у нас находится около пяти пород в том числе трикененская и ганноверская это лошади которые больше заточены под спортивная деятельность их закупают на конезаводах и также сами мы выводим потому что чистокровные часто бывают горячие темпераментные и чтобы как бы найти ту золотую точку мешают более спокойно и тогда в какой-то степени может получиться средняя лошадь в ней будет сбалансированное качество всех лошадей и тем самым будет гораздо лучше она выступать у нас на базе по моему три лошади если не больше которые участвовали лимпийских играх которые становились неоднократными чемпионами республиканских стартов и нас есть очень-очень хорошие лошади и уверена что их будет еще в дальнейшем больше как на спортсменов осматривает спортивная медицина точно также ветеринар рассматривает лошадок для допуска к соревнованиям и для допуска к тренировкам в особенности тех лошадей у которых присутствует какая-либо травма собственно вот так происходит осмотр когда лошади больно начинает одергивать ногу пытается забрать во время прыжковой тренировки спортсмены наши выполняли прыжки по маршруту неудачно немножко приземлился травмировал себе связочку на задней ноге проводим курс нестероидных противоспалительных препаратов совместно с гомеопатическим средством а также местно применяем противовоспалительная мать успокоиться поставить ножку просто немножко неожиданно что я там делаю труп у лошадей самые частые травмы это плечи копыта и вот спины им точно также делаются различные виды массажа инъекции и даже уже применяется тейпирование нас есть лошадка мистер морс который как и люди у нас матик у него проблемы с дыхательными путями но мы на нем тренируемся впереди него никто не едет чтобы ему не попадал лишний песок и он не задыхался но он катает ездит достаточно хорошо молодец ну какие люди то есть с этим живут поэтому и он долго проживет тоже главный уход за лошадью мы ухаживаем каждый день перед тренировкой до после она чистится всего полностью когда лошадь отработается она потеется в теплую погоду мы лошадей моем чтобы они ничего не чесалось как бы не было никаких таких так называемых у конников заклеек на лошадях это когда шарик склеивается вот в местах где лежит седло вот и коням приносит какой-то дискомфорт лива расчесывается тоже каждый день вместе с хвостом также лошадки протираются тряпочкой влажненькой чтобы где какая пыль осталась то невозможно убрать ее щеткой тряпочка влажная все на себя заберет и соберет лошадки у нас кушают пять раз в день утрешнее кормление у нас сухой овес в 11 часов мы им даем сено час у нас кормление обеденного овса утром мы заливаем и до часу у нас овес стоит такие отруби и вот вот мы с этим запаренным овсом вот перемешивается добавляется соль чтоб она солененькая было да они любят это они любят вот эту кашку они все знают они даже вот когда только заходишь на конюшню начинаешь разговаривать они уже конюха знают что кормят и они уже все начинают кричать они уже знают что обед перекличка вот это тоже видите просит среднем лошадь живет 25-30 лет у нас самая возрастная лошадь которая еще действующая которая ездит соревнований 22 года но в основном уже после 25 они уже не ездят а просто уже уходит на пенсию а то и раньше они заживают свою жизнь здесь мне кажется идеальный пансионат для пребывания в этой жизни у нас центре не только у лошадей своя идиллия но и коллектив здесь подобран максимально хорошо потому что все-таки здесь атмосфера магическая так как животным нужно взаимодействовать на какой-то доброй ноте и лошадь всегда чувствует каким подходом и характером ты к нему подходишь от этого и остаются здесь работать только люди которые умеют находить этот подход к лошадям потому что человека с недобрым сердцем он не подпустит у нас в школе 100 лошадей это пятиборгское отделение на котором я непосредственно тренируюсь вот мы сегодня я буду на ней ездить на лошадке по имени по кличке заказ он у нас является одним из самых возрастных но при этом свои 20 ночью катается как как молодой привет привет да да будем работать белоруссии современная пятиборья развивается в четырех городах это гомель брест могилёв и минск так как только в этих четырех городах есть конно-спортивные базы это было сугубо мужской вид спорта и только в 2000 начало уже быть женская пятиборья поэтому для женского вида это еще относительно очень молодой вид спорта современная пятиборья входит бег стрельба фиктование конный спорт и плавание победитель вычисляется по сумме очков вот в этом на самом деле большой и заключается и секрет и нюансы что ты в принципе можешь не обладать каким-то из видов прям феноменально нужно именно в совокупности собрать все виды и иметь все виды чуть выше среднего при таком раскладе ты будешь постоянно претендовать на медали а самый сложный наверное я считаю конкур потому что здесь все таки не от тебя все зависит ты должен какую-то постоянно ниточку улавливать чтобы вы нашли контакт с лошадью у пятиборцев такая особенность что лошадь у них достается по жеребию на соревнованиях поэтому у нас на конюшне порядка 15 действующих лошадей которые именно участвуют тренировочном процессе я как бы варьирую в зависимости от темперамента спортсмена темперамента лошади то что спортсмен должен уметь ездить на каждой лошади у меня есть 20 минут до старта моей езды на разминку где я должна понять что за лошадь как мне с ней быть что мне с ней сделать у нас еще есть такое перед соревнованиями протаскивать лошадей это они едут маршрут который поедем мы на соревнованиях то есть нам принимающая страна показывать какие лошади и через это протаскивание выбирают 18 лучших лошадей как правило из 18 10 это прямо очень хорошее 8 могут быть не очень могут быть совсем плохие тут уже от страны какие возможности у нее есть да часто бывает и разочаровываешься а если бы я проехал чисто но так не бывает спорт не любят слагательных наклонений поэтому ты должен проявить все свое мастерство ну и давай связочку вот эту проедем брусья чихольницу давай с правой ноги когда ты верхом на лошади сидишь и у тебя лошадь темпераментная быстро едет все время подбирает ноги хочет давай 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 в бой тебе кажется что ты очень быстро едешь уже скорость формула-1 развиваешь вот у нас двенадцать прыжков раньше были системы тройная двойная тема это когда прыжки стоят подряд сейчас у нас только две двойных системы но в принципе все сложность маршрута только заключается в том насколько будет оригинальный тренер который выставляет этот маршрут потому что бывают очень легкие маршруты где ты едешь по кругу либо восьмерочкой а иногда я называю как в тетрис поиграть право-лево-лево право ты уже запутался сам куда тебе ехать и в этом и интерес принципе маршрута высота до метра десяти принципе любая лошадь которая так или иначе тренируется на конкуре она прыгнет эту высоту сейчас хорошо там-там выдерживай выдерживай еще отлично после олимпийских игр в париже уже будет смена конкура на полосу препятствий уже сейчас получается конкур присутствует только у взрослых то есть юниоры уже выступают на полосе препятствий то есть у детей уже нету шанса сесть на лошадь хотя в современной пятиборье как я знаю 50 процентов людей приходят из-за того что есть конкурт одна из особенностей пятиборья это лазеран это совмещенный бег со стрельбой примерно как в биатлоне мы бежим 600 метров отрезок стреляем и вот таких у нас пять отрезков бега и 4 стрельбы у нас не пуля а лазер уже последний лет десять мы ушли от пули для того чтобы соревнования могли проходить в любом месте где того пожелает организация в этом есть и плюс что теперь ты тренируешься где угодно когда угодно когда пожелаешь во время лазера на наш пистолет лежит на огневом рубеже за промахи мы не пробегаем лишние круги метра нам нужно закрыть пять мишени в течение 50 секунд и чем быстрее ты закроешь тем быстрее ты убежишь на дистанцию меня в свое время был мировой рекорд по стрельбе 5 закрываний это было 6 и 3 секунды то есть это очень быстро при том что когда я стреляла с пули я закрывала за 18 секунд увеличилась скорость стрельбы и но получается она стала не такой значимой как остальные виды спорта красавчик привет да тебе так все интересно да да ты приехал ко мне два года назад у меня появилась собака по кличке левый порода басинджи африканская порода которая не лает и она охотник по природе и я решила когда выбирала что мне обязательно нужна собака которая хочу бегать я не могла даже подумать что он мне будет помогать в тренировочном процессе поскольку он бежит впереди меня он тащит тем самым помогает мне сохранять высокую скорость с низким пульсом это и постановка техники и развития моей скоростной выносливости и мне психологически легче сожалению лазеран его не пускают если бы его пускали то мы бы победили всех сто процентов красавчик молодец умница ходил осипать самый лучший тренер спарринг-партнер да как я его называю самым лучшим тренером и спарринг-партнером который тренирует меня и улучшает мой результат побывав уже во многих странах я не видела нигде такого места с такой огромной рощей с прудами как будто ты находишься где-то за городом еще вот остался вот эта вот атмосфера дух местечко гомель которое еще было сохранено самого-самого начала в 19 веке граф паскевич приобрел у графа румянцев усадьбу которая является сейчас дворцово парком ансамбля в парке у нас еще спустя какое-то время русский царь за военные подвиги в закавказе подарил графу паскевичу еще одну часть города на которой сейчас мы находимся это у манежу 170 лет он еще сохранился со времен граф паскевича и до сих пор является действующим да он небольшого вообще размера он раза три-четыре меньше современных хороших манежи но здесь обучаются детки первого года обучения и они здесь познают навыки конного спорта в начале 20 века здесь был конный завод российских лошадей и также здесь базировались буденовцы и потом после войны здесь уже образовалась конно-спортивная школа пятьдесят седьмом году дети пошли просить у директора лошадей для того чтобы развивать именно уже профессиональный спорт и директор выделил 6 лошадей на пятиборгское отделение гомельская школа очень славится современным пятиборьем и всегда была одна из сильнейших в республике беларусь и на мировом уровне первая девушка когда стали современные пятиборья уже выступать женщины чемпионка мира была жанна шубинок она с города гомеля и она была долгодействующей и высококлассная спортсменка потом от журавлев рома пинчук коля гаеновский они долгое время на международном уровне выступали достаточно хорошо и потом уже мы сменили это поколение то есть мы также продолжали держать эту марку самого детства я наверное чувствовала что это моя стезя это то что будет мне по сердцу там где я буду себя чувствовать как свои тарелки изначально это была борьба потом в 9 лет как и все дети как-то я захотела очень сильно научиться плавать потом на протяжении трех лет я поняла что плавание это не мой вид спорта потому что не антропометрия и не каким-то выдающимися данными я не обладала и в тот момент на самом деле был переломный мне предложили современной пятиборья а я-то собиралась вообще в принципе со спорта уходить я сказала но в принципе почему бы и нет я прошла отбор поступила в училище олимпийского резерва и все и с тех пор занимаюсь в этом виде спорта когда впервые мы с анастасией прокопенко стали выставить эти первые боже это было что-то несравнимое для меня это была первая медаль такого высокого уровня в 22 года достаточно молодой возраст особенно для современного пятиборья и тут я уже чемпионка мира я была настолько выдохнула я и плакала я не знала я я не знала как как вообще что что мне с этим теперь делать я наверное еще долгий период не могла вообще в это в принципе поверить что да действительно я чемпион мира то есть мне долго не приходило потом на следующий год мы с девочками стали чемпионками мира уже в командном зачете и в двадцать первом году стали чемпионками мира соли силкина и в эстафете это уже как подтверждение статуса того что мы сильнейшие я очень верю в то что в самое ближайшее время мы вернемся нужно становится для нас немного тяжеловато потому что ты не понимаешь вообще для чего ну для чего ты тренируешься потом я вспомнил свою мотивацию самую вообще вот изначально когда вот я начала показ результаты я остановлюсь только тогда когда вот я вот так вот сяду на стол у меня будут брать интервью и спросят вы довольны и я скажу да все я поняла что стопроцентный мой потенциал был выдан сейчас на соревнованиях что и моральные и физически все я выдала все что я могу и дальше уже совершенства нет и наверное вот тогда я завершу до этого момента то есть будет у меня одно золото не будет будет у меня несколько допустим призовых мест если я буду ощущать что это не весь мой потенциал я не закончу